Девушки отдыхают 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 Сегодня будут юные. Это уже будет через час. В общем, такое детское, но, с другой стороны, и не очень утро продолжается. Как всегда, обманул вас, дорогие миллионы, провел себя гадом. Рассказал, что через 15 минут созвонимся с Марьяной Наумовой. Девушки, двенадцатилетние, россиянки, которая установила абсолютный мировой рекорд по жиму Штангелёже. А созвонились не через 15, а через 3. Ну, тогда не ругайся, если ты свинь, да. Марьяна, доброе утро! Здравствуйте, я Марьяна Наумова, мне 12 лет, и я абсолютная рекордсменка мира в жиму Штангелёже. Это все записано. Скажи, это у тебя написано, ты по бумажке читаешь или по памяти? Нет, у меня это память вообще. Мы тебя поздравляем с своей страны, потому что, действительно, 12 лет и такая победа, это первая в своей жизни. Марьяну просто родители вывезли в Турцию, сейчас она из Москвы, от Москвы далеко, потому что она устала. Представляете, Штангелёжка? Я думаю, и ты, кстати, Марьяна, подтверди мои сомнения, или оправь их в них, что, в принципе, первые подарки на дне рождения, которые ты помнишь, это кири. Или гантели. Что тебе дарили в детстве? Здесь мне дарили, в основном, я просила пистолеты. Ого, это нравится ты. А их жать удобнее. Вот, мне это очень нравилось. Угу. Марьяна, слушай, мне в детстве мама говорила, будешь много каши есть, будешь сильным. Скажи, пожалуйста, на твоем вам опыте помогло? Нет, я никогда в детстве Сашу не любила, но я занималась в четырех лет спортивной роботой и продолжаю с ней заниматься. Скажи, пожалуйста, а на пауэрлис на тебя кто толкнул? Ты сама решила, что вот ты будешь вот такой? Или бы это родители как-то скорректировали твой выбор? Ну, в этот вид спорта меня привел папа. Я поехала в фильмное соревнование, которое проводил Владимир Красот, самый сильный жимовик России. И во время перерыва я увидела разъемочный жад и решила попробовать выжить штангу. Но это была не совсем штанга, а пустой гриф, который лечит 20 килограмм. И я его выжила на четыре повторения. Я только ходил Владимир Красот и сказал, что надо ходить в спортзал и развиваться. Потому что для детей, когда мне было 10 лет, без подготовки будет столько, это очень много. Слушайте, если бы мимо меня Владимир Красот когда-то проходил... И ты бы что ни прижал? Я бы тут с вами вообще дурака не ворвел. Я бы ему руку жал, скажи, в первую очередь. А, кстати, вот Марьяна, ты мне скажи, а вот ведь время от времени, ну я так видел по телевизору, да, вот эти штанги у людей, которые их не выжимают, они же падают? Да, да, иногда бывает такое, что падают. И чего, и какое вес обычно тебе прижимает? Просто они же тяжелые. На меня, слава богу, никогда стабили не падало. На меня, слава богу, никогда не падало. На меня, слава богу, никогда не падало. А скажи, пожалуйста, а вот в этом виде спорта у тебя много конкуренток? Девочки. Ну, именно в моем возрасте конкуренток нет, но я сейчас конкурирую с большими женщинами, которые жмут гораздо больше меня и весит больше меня, но я их обыгрываю. Ты там нажимай тогда на All Inclusive, хорошо, вес надо забирать. Да, Марьян, спасибо большое, что ты была сегодня с нами. Желаем тебе творческих всяких и спортивных успехов, чтобы никогда штанга не падала, вес рос, а количество жимов, как говорим, профессиональные спортсмены, увеличилось. Хочу напомнить всем собравшимся. Марьяна Наумова, напрямую из Турции. Абсолютно мировая рекордсменка по жиму штанги лежа для тинейджера в возрасте до 15 лет. Ой, Владиша, а давай мы тебя выстрелим жимовиком, будешь среди тинейджера? Дайте мне сначала гриф без блинов. Я раза три, если я нажму, то тогда, конечно. Хорошо. Продолжаем такой импровизированный парад лундеркинов. Толк что говорили с девочкой, которая в свои 12 жмёт от груди штангу весом 67,5 килограмм. Понимаете? А я, честно говоря, хотел спросить, а зачем ей это? Потом от хулиганов отбиваться или так, для самограждения не успел. Но это не важно. Главное достижение спортивное, правильно? А теперь от физического к духовному.